Айзек Азимов. Двухсотлетний человек. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кафе на Патреоне и сервисе Бусти. Все ссылки в профиле. Глава первая. «Благодарю вас», — сказал Эндрю Мартин и сел на предложенный стул. Он не производил впечатления человека, доведенного до последней черты, но дело обстояло именно так. На его лице не читалось никаких особенных эмоций, лишь спокойное безразличие, разве что в глазах угадывалась печаль. У него были прямые черные волосы, довольно густые, и гладко выбритое лицо. Одевался он консервативно, но с некоторым намеком на экстравагантность. Костюм был бархатистого красновато-пурпурного оттенка. Хирург сидел напротив. Именная табличка на столе содержала серию букв и цифр, но Эндрю на них даже не взглянул. Его устраивало обращение доктор. «Когда операция, доктор?» — спросил он. Хирург ответил мягко, но с той отстраненной ноткой уважения, которая всегда слышалась в голосе роботов, когда они обращались к людям. «Я не совсем уверен, сэр, что правильно вас понял. Кто нуждается в операции?» Тут на лице хирурга могло бы появиться выражение почтительной непреклонности. Если бы роботы его типа, сделанные из нержавеющей стали с оттенком бронзы, могли менять выражение лица. Эндрю Мартин разглядывал правую рабочую руку робота, которая неподвижно лежала на столе. Длинные артистические пальцы, наверное, легко и умело владеют скальпелем во время операции. В его работе не будет ни уверенности, колебаний, дрожи, ни будет ошибок. Это, разумеется, приходит со специализацией, которую человечество желало столь упорно, что лишь немногие роботы теперь обладали независимым мышлением. Хирург, разумеется, должен иметь именно такую программу. И все же этот робот настолько ограничен в своих возможностях, что не узнал Эндрю, вероятно, даже не слышал о нем. «Тебе никогда не хотелось стать человеком?» — спросил Эндрю. Хирург мгновение помедлил с ответом, словно вопрос затерялся в его позитронных мозгах. «Я робот, сэр. Но человеком быть лучше?» «Лучше, сэр, быть более опытным хирургом. Я не могу стать таким, будучи человеком, зато могу стать усовершенствованным роботом. Мне было бы приятно стать усовершенствованным роботом. А тебя не оскорбляет, что я могу командовать тобой? Заставить встать, сесть, пойти направо или налево, просто приказав сделать это?» «Мне нравится выполнять ваши пожелания, сэр. Если приказы помешают выполнению долга по отношению к вам или любому другому человеку, я не буду реагировать. Первый закон, касающийся моих обязанностей по отношению к человеческой безопасности, возобладает над вторым законом, связанным с подчинением. В любом случае подчинение доставляет мне удовольствие. И всё же, кого я должен оперировать?» «Меня», — сказал Эндрю. «Это невозможно. Операция нанесёт вам вред. Это не имеет значения», — спокойно произнёс Эндрю. «Я не должен наносить вред», — сказал хирург. «Да, человеку», — заметил Эндрю. «Но я робот». Когда Эндрю был создан, он ничем не отличался от других роботов его класса. Он добросовестно справлялся со своими обязанностями по дому, куда поступил в те дни, когда роботы-слуги были редкостью. Хозяев было четверо. Сэр, мэм, мисс и маленькая мисс. Конечно, он знал, как их зовут, но никогда не называл хозяев по имени. Сэра звали Джеральд Мартин. У робота был серийный номер NDR, а цифры он позабыл. Понятно, прошло много времени, но если бы он захотел вспомнить свой номер, то, конечно же, сумел бы. Но он не желал его вспоминать. Маленькая мисс назвала его Эндрю, а затем так его стали звать и остальные. Маленькая мисс. Она прожила 90 лет, и её уже давно нет. Однажды он попытался назвать её мэм, но она не позволила. Она так и осталась маленькой мисс до своего последнего дня. Эндрю выполнял обязанности дворецкого, коммердинера и горничной. Это было проверкой, как для него, так и для всех роботов, не занятых на заводах и исследовательских станциях земли. Мартинам он очень понравился, и половину времени он тратил не на работу, потому что мисс и маленькая мисс просили, чтобы Эндрю поиграл с ними. Мисс первая поняла, как это можно устроить. Она сказала. «Мы приказываем тебе играть с нами, а ты должен выполнять приказы». «Мне очень жаль, мисс, но я уже получил от сэра более ранний приказ, который по этой причине должен иметь преимущество». «Папа всего лишь сказал, я надеюсь, что ты займёшься уборкой», возразила она. «А я тебе приказываю». Сэр не возражал. Сэр любил мисс, и маленькую мисс даже больше, чем сама мэм, и Эндрю их тоже любил. По крайней мере, эффект, который они оказывали на него, был таким же, какой люди, вероятно, и называли любовью. Эндрю думал об этом как о любви, потому что не знал другого слова. Именно для маленькой мисс Эндрю вырезал деревянный кулон. Она попросила его. Мисс подарили на день рождения кулон из слоновой кости, украшенной резьбой, и маленькая мисс почувствовала себя обделённой. У неё был только кусочек дерева, который она дала Эндрю вместе с маленьким кухонным ножичком. Он сделал кулон быстро, и маленькая мисс воскликнула. «Какой он красивый, Эндрю! Я покажу папе!» Сэр не поверил ни единому её слову. «Скажи честно, где ты его взяла, Мэнди?» Он так называл маленькую мисс Мэнди. Когда маленькая мисс обиделась, он повернулся к Эндрю. «Это ты сделал, Эндрю?» «Да, сэр». «И форму тоже сам придумал?» «Да, сэр». «Может быть, всё-таки это копия?» «Это то геометрическое воплощение, сэр, которое более всего подходит к данной структуре древесины». На следующий день сэр принёс ему другой кусок дерева побольше и электрический вибронож. «Сделай из него что-нибудь, Эндрю», — сказал он. И потом долго разглядывал то, что получилось. С тех пор Эндрю больше не прислуживал за столом. Вместо этого ему было приказано читать книги по мебельному дизайну, и он научился делать столики и шкафчики. «Ты создаёшь великолепные вещи, Эндрю», — сказал сэр. «Я наслаждаюсь, когда делаю их, сэр», — ответил Эндрю. «Наслаждаешься?» «Это заставляет токи в моих позитронных блоках каким-то образом проходить по путям с меньшим сопротивлением. Я слышал, как вы употребляете слово «наслаждаться», и обстоятельства, когда вы его произносите, совпадают с моими. «Я наслаждаюсь, когда делаю эти вещи, сэр». Глава третья. Джеральд Мартин отвёз Эндрю в региональный офис US Robots and Mechanical Man Corporation. Как член региональной легислатуры, он безо всяких проблем попал на приём к главному робопсихологу. Более того, он стал владельцем робота именно потому, что был членом региональной легислатуры в те давние времена, когда бытовые роботы были редкостью. Тогда Эндрю ещё ничего не понимал, но позднее, получив более глубокие познания, смог заново вспомнить давнюю сцену и оценить её истинное значение. Робопсихолог Мёртон Мански слушал с застывшей на лице улыбкой и неоднократно пытался удержать пальцы от постукивания покрышки стола. «Понимаете, мистер Мартин, роботехника не является точной наукой. Я не могу объяснить всё в деталях, но математика, на которой основаны позитронные схемы, слишком сложна, чтобы претендовать на абсолютное знание конечного результата. Мы, естественно, заменим вашего робота. Ни в коем случае», — сказал сэр. «В его исправности нет никаких сомнений. Он прекрасно справляется с обязанностями, для которых предназначен. Но кроме этого, он вырезает из дерева изысканные вещицы и никогда не повторяется. Он создаёт настоящее произведение искусства». Мански смутился. «Странно. Конечно, сейчас мы создаём более усреднённые схемы. Так вы считаете, что он действительно творит? Судите сами». Сэр протянул ему небольшой деревянный шар, на котором были вырезаны играющие дети, такие маленькие, что их с трудом можно было различить. Но, тем не менее, фигурки были пропорциональны и так естественно подходили к структуре древесины, что она тоже казалась вырезанной. «Это сделал он?» — спросил Мански. Он протянул шар обратно и покачал головой. «Судя по всему, ему выпал счастливый жребий. Что-то произошло с его схемой. Вы могли бы это повторить?» «Вероятно, нет. Ни о чём похожем нам не сообщали». «Прекрасно. Я не против, чтобы Эндрю оставался неповторимым». «Мне кажется», — сказал Мански, «что компания захочет вернуть вашего робота для исследований». «Ни за что», — сказал Сэр с внезапной непреклонностью. «Забудьте об этом». Он повернулся к Эндрю, «А теперь пойдём домой». «Как пожелаете, сэр», — ответил Эндрю. Глава четвёртая. Мисс начала бегать на свидание и проводила всё меньше времени дома. Теперь маленькая мисс, уже не такая маленькая, как прежде, заполняла день Эндрю. Она не забывала, что первую свою вещицу Эндрю вырезал для неё и носила её на шее на серебряной цепочке. Ей первой не понравилось, что сэр просто раздаёт поделки Эндрю. «Послушай, папа», — сказала она, «если они кому-то нужны, пусть за них платят, они того стоят». «Ты вроде бы никогда не была жадной, Мэнди», — сказал сэр. «Я думаю, не о нас, папа, а художники». Эндрю раньше не слышал этого слова, и когда у него выдалась свободная минутка, заглянул в словарь. Потом была поездка к юристу, сэр. «Что скажешь об этом, Джон?» — спросил сэр. Юриста звали Джон Фейнголд, у него были седые волосы и округлый живот, ободки контактных линз подкрашены в яркий зелёный цвет. Он посмотрел на маленькую брошь, которую дал ему сэр. «Великолепная вещица. Но я уже в курсе, это делает твой робот». «Да, их вырезает Эндрю. Верно, Эндрю?» «Да, сэр», — отозвался Эндрю. «Сколько бы ты за неё заплатил, Джон?» — спросил сэр. «Трудно сказать. Я не коллекционер». «Можешь ли ты поверить, что мне предлагали 250 долларов за эту маленькую штучку? Эндрю сделал стулья, которые я продал по 500 долларов каждый. Его изделия увеличили мой счёт в банке на 200 тысяч». «Чёрт побери, он же сделал тебя богачом, Джеральд?» «Наполовину», — возразил сэр. «Половина этой суммы лежит на счету Эндрю Мартина? Робота?» «Вот именно. И мне хотелось бы знать, законно ли это». «Законно ли?» — Фейнголд откинулся на спинку за скрипевшего стула. «Таких прецедентов не было, Джеральд. А каким образом твой робот подписывал нужные бумаги?» «Он умеет писать, и я принёс в банк завизированные им документы. Сам он там не был. Нужно ли что-нибудь ещё?» «Хм...» Фейнголд ненадолго задумался, потом сказал. «Хорошо. Мы можем оформить доверенность на распоряжение суммы от его имени, и это создаст изолирующий слой между ним и враждебным миром. Кроме того, я советую тебе ничего не предпринимать. До сих пор тебя никто не останавливал, и если кому-то это не понравится, то пусть он сам и подаёт в суд. А ты возьмёшься вести дело, если будет подан иск?» «Конечно. Но за плату. И сколько?» «Что-нибудь вроде этого». И Фейнголд показал на деревянную брошь. «Согласен», — сказал сэр. Фейнголд повернулся к роботу и усмехнулся. «Эндрю, ты доволен, что у тебя есть деньги?» «Да, сэр». «И что ты собираешься с ними делать?» «Платить за те вещи, которые раньше покупал сэр. Это уменьшит его расходы». Глава пятая. Такие случаи возникали. Замена деталей стоила дорого, а роботы совершенствовались, появлялись новые модели. И сэр следил за тем, чтобы Эндрю пользовался преимуществами каждого нового приспособления, пока тот не стал образцом металлического совершенства. За всё платил Эндрю. Он настаивал на этом. Лишь его позитронный мозг оставался неприкосновенным, на этом настаивал сэр. «Новые роботы не так хороши, Эндрю», — сказал он. «Компания научилась более точно создавать их мозг, ограничив его деятельность специфическими задачами. «Новые роботы выполняют лишь то, для чего созданы, и ни шагу в сторону. Ты нравишься мне больше. Спасибо, сэр». Впрочем, ты сам приложил к этому руку Эндрю. Я уверен, что Мански прекратил создавать неспециализированные схемы, как только хорошенько к тебе пригляделся. Ему не нравится непредсказуемость. Знаешь, сколько раз он просил разрешить забрать тебя на исследование? Девять раз. Однако я не позволил. И теперь, когда он на пенсии, мы можем жить спокойно». И вот волосы сэра становились всё реже и светлее, кожа на лице дряблой, а Эндрю выглядел гораздо лучше, чем тогда, когда появился в семье. Мэм уехала в колонию художников куда-то в Европу, а мисс стала поэтессой в Нью-Йорке. Иногда она писала письма, но редко. Маленькая мисс вышла замуж и жила неподалёку. Она сказала, что не хочет покидать Эндрю, и когда родила маленького сэра, разрешила Эндрю держать бутылочку и кормить ребёнка. После рождения внука решил Эндрю. У сэра вновь появился смысл в жизни и не будет нечестным обратиться к нему с просьбой. «Сэр», — сказал Эндрю, — «вы были очень добры, позволяя мне тратить деньги так, как я хотел». «Это были твои деньги, Эндрю. Они были моими только по вашей воле, сэр. Не думаю, что закон запретил бы вам распоряжаться ими по своему усмотрению. Закон не может заставить меня поступить бесчестно, Эндрю. Я хотел бы отдать их вам, сэр». «Ни в коем случае, Эндрю. Я не возьму их. В обмен на то, что вы можете дать мне, сэр». «Вот как? И чего же ты хочешь, Эндрю? Моей свободы, сэр». «Твоей». «Я хочу купить свободу, сэр». Все оказалось далеко не так просто. Сэр рассердился, произнес «Бог мой», повернулся и ушел. И опять именно маленькая мисс привела его в себя резко и решительно и в присутствии Эндрю. Все тридцать лет никто не стеснялся говорить в присутствии Эндрю, касалось ли дело его самого или нет. Он был всего лишь робот. «Папа», — сказала она, — «почему ты воспринимаешь его слова как личное оскорбление? Он же все равно останется здесь. Он будет так же послушен. Он не может вести себя по-другому. Он так сделан. Все, чего он хочет, — лишь слова. Он хочет называться свободным. Что здесь ужасного? Разве он не заслужил этого? Господи, да мы с ним об этом говорим уже несколько лет». «Несколько лет?» «Да, но он снова и снова откладывал беседу с тобой, потому что боялся, что тебе будет больно это слышать. Я заставила его высказаться. Он не понимает, что такое свобода. Он робот. Папа, он прочитал все книги в библиотеке. Не знаю, что он чувствует, но не знаю и того, что чувствуешь ты. Когда с ним говоришь, он реагирует на абстрактные понятия так же, как ты и я. А что еще надо, если чьи-то реакции те же, что и у тебя? Чего же еще?» «Закону на это наплевать», — сердито сказал сэр. «Послушай», — он обратился к Эндрю с невольным раздражением в голосе. «Я могу официально освободить тебя лишь по решению суда. А если дело дойдет до суда, ты не только не получишь свободу, но раскроешь секрет своего счета в банке. Они скажут, что робот не имеет права владеть счетом. Разве этот вздор стоит потери денег?» «Свобода бесценна, сэр», — сказал Эндрю. «Даже шанс на свободу стоит этих денег». Глава седьмая. Суд тоже мог прийти к мнению, что свобода бесценна, и решить, что ни за какую цену, даже большую, робот не может ее купить. Поверенный, представлявший тех, кто истово защищал интересы человека, заявил. «Слово «свобода» не имеет смысла по отношению к роботу. Свободным может быть только человек». Он произносил это несколько раз, когда считал момент подходящим, медленно подчеркивая слова ритмичным постукиванием руки о стол. Маленькая мисс попросила разрешения выступить на стороне Эндрю. Ее назвали полным именем, которого Эндрю никогда раньше не слышал. «Аманда, Лаура, Мартин, Чарни может предстать перед судом». «Благодарю вас, ваше честь», — сказала она. «Я не юрист и не умею гладко говорить, но, надеюсь, вы прислушаетесь к смыслу, не обращая внимания на стиль. Попробуем понять, что означает для Эндрю быть свободным. В определенном смысле он уже свободен. Думаю, что прошло лет двадцать с тех пор, когда кто-то из семьи Мартин отдал ему последний приказ. Но мы можем, если захотим, приказать ему сделать все, что угодно, управлять им так грубо, как пожелаем, потому что он наша собственность, наша машина. Но зачем так поступать, если он долго и верно служил нам и заработал для семьи приличную сумму? Больше он нам ничего не должен. Долг лежит на нас. Даже если Эндрю выиграет процесс, он все равно останется в семье и будет служить нам, как служил раньше. Но добровольно. Для вас это пустая формальность, игра слов. Для него это великий символ. Судья сдержал улыбку. «Я понял вас, мисс Чарни. Но дело в том, что не имеется ни близкого по смыслу закона, ни соответствующего случаю прецедента. Есть, однако, высказанное предположение, что лишь человек может насладиться свободой. Я могу сформулировать новый закон, который, правда, может быть отменен более высоким судом, но я не могу равнодушно отмести упомянутый аргумент. Я хотел бы обратиться к роботу. Эндрю». «Да, Ваша честь». Эндрю впервые заговорил на процессе, и судья на мгновение удивился человеческому тембру его голоса. Он спросил. «Почему ты хочешь стать свободным, Эндрю? Что ты вкладываешь в это понятие?» «Вы хотели бы быть рабом, Ваша честь?» — спросил Эндрю. «Но ты не раб. Ты прекрасный робот. Можно даже сказать, гениальный робот, как мне дали понять, способный к проявлениям артистизма, равного которому нет и у человека. Что бы ты стал делать, если бы оказался свободным? Возможно, не больше, чем делаю сейчас, но с большей радостью. Здесь уже было сказано, что только человек может быть свободным. Но мне кажется, что свободным может быть тот, кто желает свободы. А я хочу свободы. И именно эта фраза дала намек судье. Главное положение в судебном решении звучало так. «Не имеется оснований лишать свободы любое существо, чей разум развит в достаточной степени, чтобы осознать эту концепцию, и выразить свое желание». В конечном итоге это судебное решение было утверждено Всемирным судом. Глава восьмая. Сэр остался недоволен, и его резкий голос вызвал у Эндрю такое чувство, как будто у него произошло короткое замыкание. «Мне не нужны твои чертовы деньги, Эндрю», сказал он. «Я возьму их лишь потому, что иначе, как я вижу, ты не будешь чувствовать себя свободным. С этого момента можешь сам выбирать себе занятия и делать только то, что тебе нравится. Я не стану отдавать тебе приказов, кроме одного, последнего. Делай, что хочешь. Но я продолжаю нести за тебя ответственность. Это входит в решение суда. Надеюсь, ты это понимаешь? «Не кипятись, папа», прервала его маленькая мисс. «Ответственность за Эндрю не такое уж тяжкое бремя. Ты же знаешь, что тебе ничего не придется делать. Об этом позаботятся три закона роботехники». «И как же тогда он может быть свободен?» «А разве люди не связаны своими законами, сэр?» спросил Эндрю. «Я не намерен вдаваться в дискуссию», сказал сэр. Он ушел, и с тех пор Эндрю почти его не видел. Маленькая мисс часто заходила навестить Эндрю в построенный и обставленный им небольшой домик. Конечно же, здесь не было кухни и ванной. Эндрю хватало двух комнат. В одной располагалась библиотека, в другой — нечто среднее между мастерской и кладовой. Эндрю получал много заказов и как свободный робот работал больше, чем раньше, пока стоимость домика не была полностью выплачена и он официально не стал его владельцем. Однажды пришел маленький сэр. Нет, Джордж. Маленький сэр настоял на этом после решения суда. «Свободный робот никого не должен называть маленьким сэром», сказал Джордж. «Я зову тебя Эндрю, так что ты зови меня Джордж». Это прозвучало как приказ, поэтому Эндрю называл его Джорджем, но маленькая мисс осталась маленькой мисс. В тот день Джордж пришел один и сказал, что сэр умирает. С отцом осталась маленькая мисс, но сэр захотел, чтобы Эндрю тоже был рядом. Голос сэра еще был крепок, хотя двигался он с трудом. Он едва поднял руку. «Эндрю», — сказал сэр, — «Эндрю, не помогай мне, Джордж. Я всего лишь умираю, я не инвалид. Эндрю, я рад, что ты свободен. Я просто хотел тебе это сказать». Эндрю не знал, что ответить. Он еще никогда не был рядом с умирающим, но он знал, что вот так люди перестают функционировать. Эта неисправность не зависела от них и не поддавалась ремонту, и Эндрю не знал, какие слова нужно говорить в таких случаях. Он продолжал стоять молча и неподвижно. Когда все кончилось, маленькая мисс сказала, «Знаешь, Эндрю, могло показаться, что в конце своей жизни он относился к тебе с неприязнью, но ведь старый человек с трудом меняет убеждения, и ему было обидно, что ты захотел стать свободным». И тогда Эндрю нашел нужные слова. «Я никогда не стал бы свободным без его помощи, маленькая мисс», — сказал он. Глава девятая. Эндрю начал носить одежду только после смерти сэра. Сперва он надел старые брюки, которые ему дал Джордж. Джордж женился и стал юристом. Он вступил в фирму Фейнголда. Старый Фейнголд давно уже умер, но дело продолжила его дочь, и в конце концов фирма стала называться Фейнголд и Чарни. Название не изменилось даже тогда, когда дочь Фейнголда отошла от дел, и никто из ее семьи не занял ее место. В то время, когда Эндрю впервые оделся, фамилия Чарни только что была добавлена к названию фирмы. Джордж старался не улыбаться, когда Эндрю надел брюки, но его спрятанная улыбка не укрылась от Эндрю. Джордж показал ему, как пользоваться застежкой со статическим зарядом. Джордж продемонстрировал технику на своих брюках, но Эндрю был уверен, что ему потребуется немало времени, чтобы научиться делать это самому. «Ну зачем тебе брюки, Эндрю?» — спросил Джордж. «Твое тело настолько совершенно, что его просто стыдно скрывать, особенно если нет нужды беспокоиться об окружающей температуре или приличиях. К тому же на металле брюки плохо застегиваются». «А разве тела людей несовершенны, Джордж?» — возразил Эндрю. «Тем не менее вы одеваетесь? Вроде тепла, для гигиены, для защиты, для украшения. Ничто из этого не относится к тебе». «Без одежды я чувствую себя голым», — сказал Эндрю. «Неуютно, Джордж». «Неуютно. Эндрю сейчас на Земле миллионы роботов. В нашей округе по последней переписи почти столько же роботов, сколько людей, и никто из них не носит одежду». «Но никто из них не свободен, Джордж». Шаг за шагом Эндрю пополнял свой гардероб. Его сдерживали улыбка Джорджа и взгляды людей, делающих заказ. Он стал свободным, но в него была встроена жесткая программа отношений с людьми, и ему удавалось продвигаться вперед лишь очень небольшими шажками. Открытое неодобрение отбрасывало его на месяцы назад. Не все воспринимали Эндрю как свободного робота. Он не мог возмущаться, но все же, когда думал об этом, его мыслительные процессы замедлялись. Более того, он обычно не одевался, когда его навещала маленькая мисс. Она была уже стара и почти все время проводила в местах с более теплым климатом, но когда возвращалась, первым делом заглядывала к нему. В очередной приезд Джордж уныло произнес. «Она меня доконала. Я вступаю в легислатуру, как дед». «Как дед» Эндрю неуверенно смолк. «Я хотел сказать, что я, Джордж, внук, стану как сэр, мой дед, который когда-то был членом легислатуры». «Было бы приятно, Джордж», — сказал Эндрю, «если бы сэр был еще...» Он запнулся, потому что хотел произнести «в рабочем состоянии». Слова казались неподходящими. «Жив», — подсказал Джордж. «Да, я тоже часто вспоминаю старикана». Потом Эндрю думал об этом разговоре. Он уже заметил в беседах с Джорджем неуклюжесть своей речи. С тех пор, как в Эндрю вложили начальный словарь, язык изменился. К тому же Джордж использовал бытовые обороты, а сэр и маленькая мисс — нет. С чего это он назвал сэра стариканом, когда ясно, что это слово совсем не подходит? Книги не могли ему помочь. Старые книги, посвященные резьбе по дереву, искусству и мебельному дизайну, трудов же о языке и поведении людей у него не было. Он тут же решил, что должен поискать нужные книги. Свободный робот не обязан спрашивать разрешение у Джорджа. Он приедет в город и отыщет библиотеку. Это было победоносное решение, и он почувствовал, как поднимается электропотенциал, так что даже пришлось сбросить избыток на катушку сопротивления. Он надел костюм, не позабыв даже деревянную цепочку на кармане пиджака. Он предпочел бы блестящий пластик, но Джордж сказал, что дерево гораздо более благородный материал, а полированный кедр, к тому же, значительно дороже. Он отошел от дома на добрую сотню метров, ну а тут все нарастающее сопротивление заставило его остановиться. Он отключил от цепи катушку сопротивления, а когда и это не помогло, вернулся в дом и на листке бумаги четко написал. «Я ушел в библиотеку» и положил записку на видное место на рабочем столе. Глава десятая. Эндрю так и не нашел библиотеку. Он изучил карту, но в действительности все выглядело совершенно иначе. Он в нерешительности остановился. В конце концов, Эндрю пришел к выводу, что, должно быть, пошел неправильным путем, потому что все вокруг было странным и непонятным. Он прошел мимо нескольких уличных роботов, но к тому времени, когда решил разузнать дорогу, ни одного из них поблизости не оказалось. Машина проехала, не остановившись. Он застыл в задумчивости и тут увидел, как через площадь в его сторону шагают двое людей. Он двинулся навстречу, и они тоже изменили направление. За секунду до этого они громко разговаривали, и он слышал их голоса, но теперь они шли молча. Они выглядели так, как по понятиям Эндрю выглядят люди, испытывающие неуверенность. Они были молоды, но не очень, лет двадцать, наверное. Эндрю не умел определять возраст. «Не укажете ли путь в городскую библиотеку, сэры?» спросил Эндрю. Один из них, тот, что повыше, и чья высокая шляпа удлиняла его еще больше, придавая почти гротескный вид, сказал, но не Эндрю, а другому. «Это робот?» У другого были мясистый нос и тяжелые веки. Он ответил, но не Эндрю, а первому. «Робот в одежде?» Высокий щелкнул пальцем. «Это свободный робот. У семьи Черни есть такой. Спроси его», — подсказал носатый. «Ты робот семьи Черни?» спросил Высокий. «Я Эндрю Мартин, сэр», — ответил Эндрю. «Прекрасно. Тогда разденься. Роботы не носят одежду». Он повернулся к другому. «Отвратительное зрелище. Ты только посмотри на него, одетого». Эндрю замер. Он так давно не получал приказов, что его схемы второго закона моментально заблокировало. «Скидывай одежду», — сказал Высокий. «Я приказываю тебе». Эндрю начал медленно раздеваться. «Брось ее на землю», — сказал Высокий. «Если он никому не принадлежит», — сказал носатый, «то мы можем прибрать его к рукам столь же просто, как и кто-нибудь другой». «В любом случае», — отозвался Высокий, «мы не покушаемся на чужую собственность». «Встань-ка на голову», — велел он. Голова непредназначена, — начал было Эндрю. «Это приказ». Эндрю помедлил, затем наклонился и уперся головой в землю. Он попытался задрать ноги, но тут же тяжело упал. «А теперь лежи смирно», — скомандовал Высокий. «Мы могли бы разобрать его на части», — предложил он другому. «Никогда не приходилось разбирать роботов». «А он позволит? А как он может не позволить?» Эндрю и вправду не мог им помешать. Второй закон, повиновение человеку, имел преимущество над третьим самосохранением. В любом случае он не мог сопротивляться, опасаясь случайно нанести им вред, ведь это означало нарушение первого закона. При одной лишь подобной мысли все его подвижные части слегка сжались, и он вздрогнул. Высокий подошел и пнул его ногой. «Тяжелый. Похоже, без инструментов нам не обойтись». «Можно приказать ему разобрать самого себя», — сказал носатый. «Вот будет потеха». «Да», — задумчиво произнес Высокий, «только пусть сперва отойдет от дороги, если кто-нибудь пойдет мимо». Но они опоздали. Кто-то действительно шел мимо, и это был Джордж. С того места, где он лежал, Эндрю видел, как Джордж поднялся на небольшой холмик. Ему хотелось подать Джорджу знак, но последний приказ был «Лежи смирно». Тут Джордж побежал и вскоре был рядом, немного запыхавшись. Молодые люди отошли и выжидательно остановились. «Эндрю, у тебя что, неисправность?» — с тревогой спросил Джордж. «Я в рабочем состоянии, Джордж. Тогда вставай. Что с твоей одеждой?» «Это твой робот, дядя?» — спросил Высокий. Джордж резко обернулся. «Это свободный робот. Что здесь происходит, черт возьми? Мы вежливо попросили его снять одежду. А тебе какое дело, раз он не твой?» «Что они сделали с тобой, Эндрю?» — спросил Джордж. «В их намерение входило разобрать меня», — ответил Эндрю. «Они собирались отвезти меня в укромное место и приказать разобрать самого себя». Джордж посмотрел на парней. Его подбородок задрожал. Парни больше не пятились. Они улыбались. Высокий весело спросил. «Чего пялишься, старый дурак? Ну давай, подходи!» «Зачем?» — сказал Джордж. «Я уж постою. Но этот робот жил в моей семье более семидесяти лет. Он знает нас, и мы для него гораздо дороже, чем кто-либо другой. Я просто скажу ему, что вы угрожаете мне, собираясь убить. Я попрошу его защитить меня. Интересно, что от вас останется?» Парни неуверенно попятились. «Эндрю», — резко сказал Джордж. «Я в опасности. Эти двое напали на меня. Подойди к ним». Эндрю быстро шагнул вперед. Парни, сломя голову, рванули прочь. «Все в порядке, Эндрю, успокойся», — сказал Джордж. Он сильно переволновался. Он давно уже перешагнул тот возраст, когда мог выяснять отношения с одним противником, не говоря уже о двух. «Я не мог причинить им вред, Джордж», — сказал Эндрю. «Я же видел, что они не нападали». «А я и не приказывал тебе нападать на них. Я всего лишь попросил подойти к ним поближе. Все остальное сделал страх». «Люди боятся роботов. Это застарелая болезнь человечества. Одна из тех, от которых мы еще не избавились. Но это пустяки. Какой дьявол тебя сюда занес, Эндрю? Я уже собирался нанимать вертолет. Как тебе могло прийти в голову, отправиться в библиотеку? Я принес бы все, что ты хочешь. Но я же начал Эндрю. Свободный робот. Да-да. Ну, хорошо. И что же ты собирался взять в библиотеке? Мне хотелось бы побольше узнать о людях, о мире, обо всем. И о роботах, Джордж. Я хочу написать историю роботов». «Ладно, пойдем домой», — сказал Джордж. «Эндрю, есть миллион книг по роботехнике. Мир переполнен не только роботами, но и информацией о них». Эндрю покачал головой, воспроизведя недавно усвоенный человеческий жест. «Не историю роботехники, Джордж. Историю роботов, написанную роботом. Я хочу объяснить, что думают роботы о том, что случилось с тех пор, как первые из них стали жить и работать на Земле». Брови Джорджа приподнялись, но он ничего не сказал. Глава одиннадцатая Маленькой мисс недавно исполнилась восемьдесят три. Но ее энергия и решительность с годами не убавилась. Она чаще размахивала своей тростью, чем опиралась на нее. Она выслушала рассказ с яростным негодованием. «Ужасно, Джордж», — сказала она. «Кто эти бандиты?» «Не знаю. Какое это имеет значение. В конце концов, они его не повредили». «Но могли. Ты юрист, Джордж. И если отошел от дел состоятельным человеком, то лишь благодаря таланту Эндри. Это он заработал те деньги, что заложили основу нашего процветания. И я не позволю обращаться с ним, как с надувной игрушкой». «Что ты хочешь от меня, мама?» — спросил Джордж. «Я ведь сказала, ты юрист. Ты должен организовать судебное разбирательство и вынудить региональные суды рассмотреть законы о правах роботов, провести через лигислотуру необходимые законопроекты и не оставлять дела вплоть до Всемирного суда, если потребуется. Я стану следить за ходом процесса, Джордж, и не потерплю никаких уверток». Она не шутила. И то, что началось как способ успокоить разгневанную старую леди, разрослось в процесс, достаточно запутанный, чтобы привлечь к нему внимание прессы и общественности. Как старший партнер фирмы Фейнголд и Черни, Джордж разрабатывал стратегию, но оставлял черновую работу младшим партнерам, в том числе солидную ее часть, своему сыну Полу, который тоже был членом фирмы, в его обязанности, помимо всего прочего, входило докладывать обо всем бабушке. Та, в свою очередь, каждый день обсуждала дела с Эндрю. Сам Эндрю основательно увяз в процессе. Его работа над книгой о роботах была отложена, потому что теперь он продирался сквозь дебри различных толкований, законов и даже иногда давал робкие советы. Однажды он сказал. «Джордж говорил мне в тот день, что люди боятся роботов. Пока боязнь существует, судьи вряд ли будут объективны. Не следует ли что-нибудь сделать для создания общественного мнения?» С этого момента Пол работал с судьями, а Джордж взялся за публику. Добившись встречи с членами клуба редакторов голографического телевидения, он, в частности, сказал. «Если согласно второму закону мы можем требовать от любого робота неограниченного подчинения во всех отношениях, кроме нанесения вреда человеку, то в таком случае любой человек имеет власть над любым роботом?» Кроме того, поскольку второй закон важнее третьего, любой человек может нанести вред любому роботу. Он может приказать роботу повредить или даже уничтожить самого себя, не так ли? Разве это справедливо? Разве мы обращаемся так с животными? Даже неодушевленный предмет, который хорошо нам служит, имеет право на бережное обращение. А робот — не бесчувственный предмет и даже не животное. Он мыслит, он беседует с нами, он умеет спорить и шутить. Можем ли мы обращаться с ними? Можем ли работать вместе и не предоставить хотя бы часть плодов этой дружбы, часть выгоды от сотрудничества? Если человек имеет право на приказ, который не подразумевает нанесения вреда человеку, то он должен обладать достоинством не отдавать приказ, наносящий вред роботу. С большой властью приходит и большая ответственность. Если у роботов есть три закона, защищающих людей, разве чрезмерно просьба о том, чтобы и у людей был закон, защищающий роботов? Эндрю оказался прав. Именно борьба за общественное мнение оказалась ключевым моментом при рассмотрении дела в суде. И в результате был принят закон, запрещающий при определенных условиях отдавать приказы, вредящие роботам. В закон бесконечно вносились поправки. А наказание совершенно не соответствовало последствиям, но принцип был заложен. Окончательное рассмотрение закона во всемирном суде проходило в день смерти маленькой мисс. Маленькая мисс отчаянно боролась за жизнь, пока шли дебаты, и скончалась лишь после того, как узнала о победе. Ее последняя улыбка была обращена к Эндрю. Ее последними словами были «Мы любили тебя, Эндрю». Она умерла, держа его за руку, а ее сын, невестка и внуки стояли в почтительном отдалении. Глава 12. Секретарь вышел в холл, и Эндрю принялся терпеливо ждать. Время от времени кто-нибудь заходил в комнату посмотреть на него, и он не отводил глаз. Он спокойно глядел на вошедшего, и каждый из них начинал смотреть в сторону. Наконец, к нему вышел Пол Чарни. Он выглядел удивленным, вернее, должен был выглядеть, если бы Эндрю различал выражения лиц. Пол обильно пользовался косметикой, употребление которой мода диктовала для обоих полов, и хотя косметика придавала четкость и твердость чертам лица Чарни, Эндрю не одобрял этого. Он обнаружил, что выражение «неодобрение», если не пользоваться словами, не вызывает в нем дрожи. «Заходи, Эндрю», — сказал Пол. «Извини, что заставил тебя ждать, но нужно было закончить однодельце. Ты передал, что хочешь поговорить со мной?» «Если ты занят, Пол, я готов подождать еще». Пол взглянул на игру движущихся теней на настенном диске, служившем часами, и сказал. «У меня есть немного времени. Ты пришел пешком?» «Взял такси». «Проблем не было?» — спросил Пол с искренней озабоченностью. «Никаких проблем. Мои права защищены». Пол еще больше встревожился. «Эндрю, я же объяснял, что наличие такого закона не обязывает всех истово следовать ему, по крайней мере, в большинстве случаев. Если ты упрямо носишь одежду, то когда-нибудь нарвешься на неприятности, как в первый раз. И единственный, Пол, мне очень жаль, что я огорчил тебя». «Хорошо, посмотри на это с другой стороны. Ты уже стал буквально живой легендой, Эндрю, и во многих отношениях представляешь слишком большую ценность, чтобы иметь право рисковать собой. Как продвигается твоя книга?» «Уже приближаюсь к концу, Пол. Издатель очень доволен». «Отлично». «Не знаю, доволен ли он книгой и самой по себе. Мне кажется, что он надеется продать тираж только потому, что она написана роботом». «Боюсь, он всего лишь человек». «Меня это не огорчает. Неважно, почему продается книга. Главное, это принесет деньги». «Бабушка завещала тебе». «Маленькая мисс была щедра, и я уверен, что смогу рассчитывать на помощь семьи и в будущем. Но чтобы сделать следующий шаг, мне нужна серьезная сумма». «И каков же этот следующий шаг?» «Я хочу встретиться с главой US Robots. Я пытался договориться с ним о встрече, но не смог. Корпорация не стала сотрудничать со мной, когда я писал книгу так, что я не удивлен». Пол явно развеселился. «Ты надеялся на сотрудничество? Они же не помогли нам в борьбе за права роботов, и ты понимаешь, почему. Дай роботам права, и люди не захотят их покупать». «Все равно», — сказал Эндрю, «прошу, позвони им». «Боюсь, я у них не более популярен, чем ты». «А если ты намекнешь им, что, встретившись со мной, они обезглавят компанию за права роботов, которую ведет Фейнголд и Чарни?» «А ведь это ложь, Эндрю». «Конечно, Пол. А я не умею лгать. Вот поэтому позвонить должен ты». «Ах, вот как! Ты не можешь лгать, но можешь заставить солгать меня? Так что ли? Эндрю, ты становишься все более похожим на человека». Глава тринадцатая. Встречу оказалось устроить непросто, даже воспользовавшись достаточно авторитетным, по общему мнению, именем Пола. Но, в конце концов, они договорились, после чего Харли Смайве Робертсон, который по материнской линии происходил от основателя корпорации и писал свою фамилию через дефис, чтобы подчеркнуть это обстоятельство, заметно обеспокоился. Он уже приближался к пенсионному возрасту, и весь срок пребывания на посту президента компании занимался борьбой с движением за права роботов. Его сидеющие волосы поредели на макушке, на лице не было косметики, и время от времени он бросал на Эндрю неприязненные взгляды. «Сэр», — сказал Эндрю, — «почти столетия назад Мёртон Мански из вашей корпорации сказал моему владельцу, что математические расчеты, на основании которых создаются позитронные схемы, слишком сложны для получения любых решений, кроме приблизительных, и что, следовательно, мои возможности оказались случайным фактором». «Это было век тому назад», — Смайве Робертсон помедлил и ледяным тоном добавил «Сэр, сейчас это утверждение неверно. Роботов создают для выполнения конкретной работы. И только». «Верно», — отозвался Полх, который пришёл для того, чтобы убедиться, что корпорация ведёт честную игру. «И в результате моему секретарю необходимо растолковывать каждый его шаг, если случается, что его действия должны хоть немного выходить за рамки штатных операций». «Поверьте, вам было бы гораздо неприятнее, начни он импровизировать». «Выходит», — сказал Эндрю, «вы больше не делаете роботов вроде меня, гибких и многофункциональных». «Нет». «Исследования, которые я провёл во время подготовки своей книги, показали, что сейчас я старейший из действующих роботов». «Старейший сейчас», — сказал Смайве Робертсон, «и старейший вообще, и останетесь таковым навсегда. После 25 лет работы роботы ни на что не годны, их отзывают на заводы и заменяют новыми моделями». Эндрю, возвращаясь к своей цели, сказал, «Как старейший и наиболее способный к изменениям робот, я хотел бы спросить, не являюсь ли я достаточно необычным, чтобы рассчитывать на особое отношение компании?» «Ни в коем случае», — ледяным тоном произнёс Смайве Робертсон. «Ваша неповторимость, как бельмо на глазу. Если бы вас в своё время сдали в аренду, а не продали, то вас бы уже давным-давно заменили». «Но в этом-то и дело. Я свободный робот и владею сам собой, поэтому я пришёл к вам и прошу меня заменить. Вы не можете этого сделать без согласия владельца. Сейчас подобное согласие включается в условия контракта на аренду робота». Смайве Робертсон был одновременно и удивлён, и заинтригован, поэтому некоторое время молчал. Эндрю разглядывал висящую на стене голографию. Это была посмертная голография Сьюзен Келвин, святого патрона всех роботехников. Она умерла почти 200 лет назад, но работая над книгой, Эндрю так хорошо её узнал, что почти верил в то, что встречал её живой. «И кем я смогу заменить вас?» спросил Смайве Робертсон. «Если я заменю вас как робота, то как я смогу признать нового робота владельцем самого себя, то есть вас нынешнего, если из факта замены следует, что вы перестали существовать». Он мрачно усмехнулся. Всё гораздо проще, вмешался Пол. Ядро личности Эндрю — его позитронный мозг, и это единственная часть, которая не может быть заменена. Следовательно, позитронный мозг и есть Эндрю-владелец. Любая другая часть робота может быть замещена без воздействия на его личность, а сами другие части являются личной собственностью мозга. Я бы сказал, что Эндрю хочет снабдить свой мозг новым телом. Совершенно верно, спокойно произнёс Эндрю. Он повернулся к Смайве Робертсону. «Вы ведь изготавляете андроидов, не так ли? Роботов, имеющих внешность человека, вплоть до текстуры кожи». «Да», — сказал Смайве Робертсон. «Они отлично работают, обладая кожей и сухожилиями из синтетических волокон. Они практически не содержат металла, и в то же время почти так же прочны, как металлические. Даже прочнее при равном весе». Пол заинтересовался. «Я не знал этого. И сколько их сейчас на рынке?» «Ни одного», — сказал Смайве Робертсон. «Они гораздо дороже металлических моделей, а исследование рынка показало, что они не будут пользоваться спросом, потому что очень похожи на людей». «Но, я полагаю, корпорация хранит разработки», — сказал Эндрю. «В таком случае хочу попросить, чтобы меня заменили на робота из органики, на андроида». Смайве Робертсон насторожился. «Это совершенно невозможно». «Почему?» — спросил Эндрю. «Разумеется, я заплачу любую сумму в разумных пределах». «Мы не изготавляем андроидов», — сказал Смайве Робертсон. «Вы решили не изготавлять андроидов», — быстро вмешался Пол. «Это вовсе не равносильно тому, что вы не умеете их делать». «Все равно», — сказал Смайве Робертсон. «Создание андроидов противоречит нашей политике». «Закон этого не запрещает», — заметил Пол. «Пусть так, но мы не производим их и не станем производить». Пол откашлялся. «Мистер Смайве Робертсон», — сказал он. «Эндрю — свободный робот, попадающий под сферу действия закона, гарантирующего права роботов. Думаю, вы осознаете это?» «Слишком хорошо». «Эндрю, являясь свободным роботом, решил носить одежду. Это привело к тому, что его часто оскорбляют люди, несмотря на закон, запрещающий оскорблять роботов. Трудно преследовать по закону за расплывчатые оскорбления, которые не встречают ни одобрения тех, кто определяет виновность или невиновность». «Юэс Роботс» понимал это с самого начала. «Фирма же вашего отца, к сожалению, нет. Моего отца давно уже нет в живых», — сказал Пол. «Но теперь я вижу, что сейчас мы имеем факт оного оскорбления и явный объект этого оскорбления». «О чем это вы?» — спросил Смайве Робертсон. «Мой клиент Эндрю Мартин — свободный робот, который имеет право просить US Robots & Mechanical Corporation об удовлетворении своего права на замену, которое корпорация предоставляет любому лицу, владеющему роботом, более 25 лет. Более того, корпорация сама настаивает на такой замене». Пол улыбнулся, оказавшись в своей стихии, и продолжил. «Позитронный мозг моего клиента является владельцем тела моего клиента, которое заведомо старше 25 лет. Позитронный мозг требует замены тела и предлагает любую разумную цену за тело андроида в качестве таковой замены. Отказываясь выполнить его просьбу, вы тем самым наносите оскорбление моему клиенту, и мы подаем на вас в суд». Хотя общественное мнение, как обычно, не будет расположено поддержать иск, поданный роботом, могу вам напомнить, что и US Robots не пользуются популярностью. Даже те, кто использует роботов и получают от этого выгоду, относятся к корпорации с недоверием. Это может быть отголоском тех дней, когда роботобоязнь имела широкое распространение, а может происходить из-за возмущения властью и богатством корпорации, ставшей монополистом. Какова бы ни была причина, недовольство существует. Я думаю, вы понимаете, что лучше не доводить дело до суда, в особенности потому, что мой клиент богат и проживет еще не одно столетие, так что способен вести тяжбу практически бесконечно. Смайве Робертсон медленно побагровел. Вы пытаетесь заставить меня? Я ни к чему вас не принуждаю, сказал Пол. Если вы собираетесь отказаться выполнить разумную просьбу моего клиента, то можете сделать это совершенно свободно, и мы уйдем, не сказав больше ни слова. Но подадим иск, на что имеем полное право, и в конце концов вы обнаружите, что проиграли. Это шантаж, произнес Смайве Робертсон и замолк. Я вижу, вы склонны принять нашу просьбу, сказал Пол. Вы колеблитесь, но в конце концов придете к пониманию законности нашего предложения. Позвольте в таком случае заверить вас еще в одном. Если в процессе переноса позитронного мозга моего клиента из его нынешнего тела в новое, органическое, будет сделано хотя бы малейшее повреждение, я не успокоюсь до тех пор, пока не нанесу корпорации максимальный ущерб. Если понадобится, я предприму все возможные шаги, чтобы настроить общественное мнение против корпорации, в том случае, если платиново-еридиевую сущность моего клиента хотя бы поцарапают. Он повернулся к роботу. Ты согласен, Эндрю? Эндрю не отвечал целую минуту. Согласие было равносильно одобрению лжи, подлога и издевательства над человеком. Но не физическому действию напомнил он себе только не этому. И в конце концов он выдавил слабое «да». Глава 14. Его первые ощущения были сродни тем, которые он испытывал, когда родился. Сначала, в течение дней, потом недель, потом месяцев, Эндрю чувствовал себя как бы не собой, и простейшие действия продолжали вызывать у него затруднения. Пол был в ярости. «Они повредили тебя, Эндрю. Мы должны подать иск». Эндрю едва мог говорить. «Не надо. Ты не сможешь доказать умышленное... Повреждение? Да, я стал сильнее. Лучше. Это тр... Тревога? Травма. Я просто не имел опыта таких операций». Эндрю словно ощущал свой мозг. Никому другому это не было доступно. Он знал, что с ним все в порядке, и в течение месяцев, которые ему потребовались для развития координации движений и обратной связи от тела к мозгу, он целые часы проводил перед зеркалом. Не совсем человек, лицо неподвижное, слишком неподвижное, а движения чересчур сумбурные. Им не хватало беспечной легкости, но, возможно, это со временем придет. По крайней мере, он сможет носить одежду и не бросаться в глаза. Настал день, когда он сказал. «Я собираюсь снова приступить к работе». «Это значит, что ты в полном порядке?» — рассмеялся Пол. «И чем же ты хочешь заняться? Напишешь новую книгу?» «Нет», — серьезно ответил Эндрю, «я живу слишком долго и не могу позволить какой-либо одной профессии схватить меня за горло. Было время, когда я выступал в роли художника, и было время, когда я стал историком. Но сейчас я хочу быть робобиологом». «Робопсихологом, ты хочешь сказать?» «Это подразумевает изучение позитронного мозга, а у меня пока нет желания внедряться в эту проблему. Робобиолог, как мне кажется, будет исследовать работу тела, присоединенного к мозгу робота». «А разве это не роботехника?» «Роботехник работает с металлическим телом. Я же стану изучать органическое гуманоидное тело, которым сейчас обладаю лишь один, насколько мне известно». «Ты способен на большее», задумчиво произнес Пол. «Как художник, ты был волен выбирать любую форму. Как историк, ты занимался в основном роботами. Став же робобиологом, ты сможешь изучать лишь самого себя». Эндрю кивнул. «Видимо, так». Ему пришлось начать с АЗОВ, потому что он ничего не знал об обычной биологии и почти ничего о роботехнике. Он стал завсегдатаем библиотек, где целыми часами просиживал за электронными каталогами. В одежде он выглядел совершенно естественно, и те немногие, кто знал, что он робот, никак с ним не общались. Он пристроил к дому комнату для лаборатории, а его библиотека постоянно росла. Прошли годы, и однажды Пол пришел к нему и сказал. «Жаль, что ты больше не работаешь над историей роботов. Как я понял, US Robots начинает проводить совершенно новую политику». Пол постарел, и его изношенные глаза заменили фотооптические ячейки. В этом смысле он стал ближе к Эндрю. «И что же они задумали?» спросил Эндрю. «Они изготовили центральные компьютеры. В действительности гигантские позитронные мозги, которые по микроволновой связи управляют роботами от дюжины до тысяч сразу. У самих роботов мозга нет вообще. Они стали придатками огромного компьютера, и теперь обе части фактически разделены. Это более эффективно?» Корпорация утверждает, что да, но, замечу, новое направление разработал незадолго до смерти Смайви Робертсон, и, по-моему, это реакция на твое существование. US Robots решила, что больше не стоит изготовлять роботов, которые в состоянии причинить ей беспокойство, поэтому они разделили мозг и тело. У мозга не будет тела, которое он хочет заменить, у тела не будет мозга, чтобы желать хоть что-нибудь. Просто поразительно, Эндрю, то влияние, которое ты оказал на историю роботов. Твои художественные способности побудили корпорацию сделать роботов более точными специализированными. Твоя свобода привела к принятию закона о правах роботов, а твоя настойчивость в получении андроидного тела заставила корпорацию переключиться на выработку новой стратегии. «Мне кажется, сказал Эндрю, что корпорация закончит тем, что создаст один гигантский мозг, контролирующий несколько миллиардов тел. Все яйца окажутся в одной корзине». «Думаю, что ты прав», сказал Пол. «Но, по-моему, на это потребуется не менее столетия, а я так долго не проживу. Собственно говоря, я вряд ли дотяну до следующего года». Но Пол с тревогой воскликнул Эндрю. Пол пожал плечами. «Люди смертные, Эндрю. Мы не такие, как ты. Это не так уж важно, но достаточно, чтобы заверить тебя вот в чем. Я последний из рода Чарни. Есть дальние родственники по линии сестры моей бабушки, но они не в счет. Все мои сбережения я завещаю тебе, чтобы ты хотя бы экономически был свободен». «В этом нет необходимости», с трудом произнес Эндрю. Прожив столько лет, он до сих пор не мог примириться со смертью. «Давай не будем спорить», сказал Пол. «Над чем ты сейчас работаешь?» «Я разрабатываю систему, позволяющую андроиду, то есть мне, получать энергию не от атомных батарей, а от сжигания углеводов». Пол удивленно приподнял брови. «То есть за счет кислорода и пищи?» «Да». «И давно ты трудишься над этой проблемой?» «Довольно долго мне удалось придумать подходящую камеру сгорания, в которой расщепление идет за счет катализаторов». «Но зачем Эндрю? Ведь атомные батареи несравненно лучше». «В некоторых отношениях возможно, но ведь вы ими не пользуетесь». Глава пятнадцатая. Времени потребовалось много, но время у Эндрю было. Со смертью праправнука сэра Эндрю почувствовал себя еще более одиноким и потому с еще большей решительностью двинулся по избранному пути. Все же он не был совсем одинок. Пусть человек умер, но фирма Фейнголд и Чарни продолжала существовать, потому что корпорации смертны не более, чем роботы. Фирма получила указания и невозмутимо им следовало. Став согласно завещанию совладельцем юридической фирмы, Эндрю оказался богачом. А в обмен вносимую ежегодно солидную сумму Фейнголд и Чарни согласилась заниматься правовыми аспектами новой камеры сгорания. Когда настало время нанести визит в ЮЭс Роботс, Эндрю пошел один. Когда-то он ходил сюда с сэром, в другой раз с Полом, в третий раз он пошел один, имея внешность человека. ЮЭс Роботс изменилась. Заводы компании переместились на большие орбитальные станции, повторив судьбу отраслей промышленности. Вместе с ними на орбиту переместилось и множество роботов. Земля стала все больше напоминать парк, ее население стабилизировалось, а из равного людям числа оставшихся на Земле роботов, возможно, не более 30% имела собственный мозг. Научным директором корпорации оказался на этот раз Элвин Макдескиу, темнокожий, с черными волосами и остроконечной бородкой. Выше пояса на его теле не было никакой одежды, кроме полоски ткани на груди, как того требовала мода. Сам Эндрю облачился в костюм, бывший в моде несколько десятилетий назад. «Конечно же я вас знаю», сказал Макдескиу, «и весьма рад видеть. Вы наше самое знаменитое произведение, и жаль, что старый Смайвер Робертсон был настроен против вас. Мы могли бы столько сделать вместе». «Это не поздно и сейчас», заметил Эндрю. «По-моему, уже нет. Время ушло. Роботы жили на Земле более ста лет, но теперь все изменилось. Им придется существовать в космосе, а те, что останутся, не будут обладать независимым мозгом. Но есть я, а я остаюсь на Земле». «Верно, но, кажется, в вас не очень-то много осталось от робота. С какой просьбой вы пришли на этот раз?» «Я хочу стать еще менее роботом. Поскольку я в основном состою из органики, то желаю иметь органический источник энергии. У меня с собой чертежи». Макдескию внимательно посмотрел их. Возможно, поначалу он и не собирался этого делать, но потом стал серьезным. В одном месте он произнес «Великолепная разработка! Кто это придумал?» «Я», — ответил Эндрю. Макдескию быстро взглянул на него и произнес «Это приведет к полной перестройке вашего тела. К тому же операция будет экспериментальной, потому что подобное никогда раньше не делалось. Я вам не советовал бы. Ограничитесь тем, что вы уже имеете». Лицо Эндрю осталось бесстрастным, но в голосе появилось раздражение. «Доктор Макдескию, вы не поняли главного. У вас нет другого выхода, кроме как выполнить мою просьбу. Если подобные устройства могут быть вмонтированы в мое тело, то с тем же успехом они могут быть имплантированы и в тело человека. Уже сейчас человеческую жизнь пытаются продлить путем замены органов на искусственные. А устройств, превосходящих те, что создал я, просто не существует. Я контролирую патенты через фирму Фейнголд и Чарни. Мы вполне способны сами заняться этим бизнесом и разработать такие типы протезов, что в конечном итоге человек будет обладать возможностями роботов. В этом случае серьезно пострадает ваша корпорация. Если однако вы прооперируете меня сейчас и согласитесь делать это в будущем, то получите разрешение на использование патентов и станете контролировать как роботехнологию, так и протезирование для людей. Разумеется, решение вы не получите до тех пор, пока первая операция не будет успешно проведена и не пройдет достаточно времени для подтверждения того, что она действительно оказалась успешной. Эндрю почти не чувствовал запретительных импульсов первого закона в ответ на те жесткие условия, в которые он ставил человека. Он научился понимать, то, что похоже на жестокость, со временем может обернуться добротой. Макдескию был просто ошеломлен. «Я не могу сам решать подобные вопросы», сказал он. «Ваши условия необходимо обсудить с руководством, а на это потребуется некоторое время». «Я могу подождать», сказал Эндрю, но не очень долго, и он с удовлетворением подумал, что сам Пол не провел бы дело лучше. Глава шестнадцатая Обсуждение потребовало не очень много времени, и операция оказалась успешной. «Я возражал против операции, Эндрю», сказал Макдескию, «но не по тем причинам, что могли прийти тебе в голову. Я не против, если бы ее проводили на ком-то другом. Мне было страшно рисковать твоим позитронным мозгом. Теперь, когда твои позитронные схемы взаимодействуют с искусственными нервами, может оказаться трудным делом спасти твой мозг, если с телом что-то случится». «Я полностью доверяю персоналу US Robots», ответил Эндрю, «и теперь я могу есть». «Да, ты можешь пить оливковое масло. Как мы тебе объясняли, им ты будешь очищать камеру сгорания». «По-моему, достаточно неприятная процедура». «Возможно, если бы я не собирался пойти еще дальше. Вполне осуществима и самоочистка. Я уже работаю над устройством, которое будет перерабатывать твердую пищу, содержащую несгораемые фракции, неперевариваемые, если можно так сказать, и которые необходимо будет удалять». «Тогда тебе придется предусмотреть и анус?» «Да, его эквивалент». «И что же еще, Эндрю?» «Все остальное». «И половые органы?» «Только если потребуется. Мое тело — это холст, на котором я намерен нарисовать». Макдескью ждал окончания предложения, и когда ему показалось, что его не будет, закончил. «Человека?» «Посмотрим», сказал Эндрю. «Вот это мелкие амбиции, Эндрю», сказал Макдескью. «Ты лучше, чем человек. Ты пошел вниз с того момента, как выбрал органику». «Мой мозг не пострадал». «Нет, в этом я могу тебя заверить. Но послушай, Эндрю, весь прорыв в производстве протестных устройств связан в сознании людей с твоим именем. Ты признанный изобретатель, которому человечеству благодарна. Для чего же продолжать игру со своим собственным телом?» Эндрю промолчал. Дошла очередь и до почестей. Он стал членом нескольких научных обществ, включая то, что было посвящено основанной им науке, названной робобиологией. Позднее она была переименована в протезологию. В 150-летний юбилей в честь Эндрю был устроен обед в здании US Robots. Если Эндрю усмотрел парадокс, то умолчал об этом. Пенсионер Элвин Макдески специально приехал, чтобы занять кресло председателя. Ему стукнуло 94 года, и он был жив лишь потому, что имел протезы, заменявшие, кроме всего прочего, печень и почки. Венцом обеда стал момент, когда Макдески после короткой и эмоциональной речи поднял бокал и провозгласил тост за 150-летнего робота. К этому времени мускулы на лице Эндрю были переделаны так, что он уже был способен выражать определенные эмоции. Но в течение всей церемонии он просидел в мрачной неподвижности. Ему не нравилось быть 150-летним роботом. Глава 17. Пришло время, когда протезиология вынудила Эндрю улететь с Земли. За десятилетия, прошедшие после его юбилея, Луна стала миром во всех отношениях, кроме силы тяжести, более похожим на Землю, чем сама Земля. А ее подземные города оказались плотно заселены. Протезы работали здесь при меньшей гравитации, и Эндрю провел на Луне пять лет, сотрудничая с местными протезиологами. В свободное от работы время он бродил среди роботов, каждый из которых относился к нему с тем же подобострастием, что и к людям. Он вернулся на Землю, тихую и скучную по сравнению с Луной и посетил контору Фейнголд и Чарни, чтобы сообщить о своем возвращении. Нынешний глава фирмы Саймон де Лонг был удивлен. «Нас информировали, сказал он, что ты возвращаешься, Эндрю. Он едва не назвал его мистер Мартин, но мы не ждали тебя раньше следующей недели». «Я стал раздражительным», резко произнес Эндрю. Ему не терпелось высказаться. «На Луне, Саймон, я возглавлял исследовательскую группу из двадцати ученых. Людей, разумеется. Я отдавал распоряжения, с которыми никто не спорил. Роботы на Луне реагировали на меня как на человека. Почему же в таком случае я не человек?» В глазах де Лонга появилась настороженность. «Мой дорогой Эндрю», произнес он, «Ты мне только что рассказал, что люди и роботы относились к тебе как к человеку? Следовательно, ты и есть человек де-факто». «Быть человеком де-факто недостаточно. Я хочу, чтобы со мной не только обращались как с человеком, но и признали таковым. Я хочу быть человеком де-юре». «Это уже другой вопрос», сказал де Лонг. «Здесь мы столкнемся с предвзятостью и с тем несомненным фактом, что, как бы ты ни напоминал человека внешне, ты все же не человек». «В каком смысле не человек?» спросил Эндрю. «Я имею внешность человека и эквивалентные ему органы. Мои органы практически идентичны некоторым из тех, что имеются у людей в качестве протезов. Я внес, как говорят, большой художественный, литературный и научный вклад в человеческую культуру. Что же еще требуется?» «Лично я ничего больше и не требую. Проблема в том, что для признания тебя человеком потребуется акт всемирной легислатуры. Если честно, то я не верю, что это возможно. С кем из легислатуры я могу поговорить?» «Возможно, с председателем комитета по науке и технике. Ты мог бы устроить встречу?» «Вряд ли тебе нужен посредник. При твоем положении ты можешь...» «Нет». «Ее организуешь ты». Ему даже не пришло в голову, что он прямо приказывает человеку. Он привык к этому на Луне. Я хочу, чтобы он знал, что фирма Фейнголд и Чарни будет стоять до конца. Однако до конца, Саймон, за 173 года я, кажется, немало сделал для процветания фирмы. Обстоятельства изменились, и я требую, чтобы мне уплатили долги. «Я сделаю все, что смогу», сказал Де Лонг. Глава восемнадцатая председателем комитета по науке и технике оказалась женщина из Восточной Азии. Ее звали Чи Ли Ксинг, и ее прозрачное одеяние, лишь легкой дымкой, скрывающей то, что она хотела скрыть, создавали впечатление, будто она обернута в пластиковую пленку. «Я с симпатией отношусь к вашему желанию обладать всеми правами человека», сказала она. «В истории были времена, когда за эти права боролись целые группы населения планеты. Но каких, собственно, прав вы можете желать сверх того, что уже имеете?» «Такой простой вещи, как право на жизнь, робот может быть разобран в любой момент. Но человек тоже может быть в любой момент казнен. Казнь состоится только после приговора суда. Чтобы меня разобрать, никакого суда не потребуется. Для того, чтобы покончить со мной, достаточно лишь слова человека, обладающего властью. Кроме того, кроме того, Эндрю отчаянно пытался скрыть мольбу, но тщательная тренировка во владении различными выражениями лица и оттенками голоса оказала ему сейчас недобрую услугу. «Я хочу этого уже в течение жизни шести поколений». Тёмные глаза Ликсинг посмотрели на него с сочувствием. Легислатура может принять закон, объявляющий вас человеком, и с такой же лёгкостью издать другой закон, который признаёт человеком каменную статую. Однако сделают ли они это, одинаково вероятно и в первом случае, и во втором. Конгрессмены такие же люди, как и все остальные, и им тоже присущ элемент подозрительности к роботам. Даже сейчас? Даже сейчас? Мы все признаём, что вы заслужили это право называться человеком, но остаётся страх создать нежелательный прецедент. Какой прецедент? Я единственный свободный робот, и других никогда не будет. Можете проконсультироваться в US Robots. Никогда, это очень долго, Эндрю, или если вы так предпочитаете, мистер Мартин, поскольку я с удовольствием удоставлю вас своего личного посвящения в люди. Вы увидите, что большинство не захочет создавать прецедент, каким бы малосущественным он ни казался. «Примите мои соболезнования, мистер Мартин, но я не могу вас обманывать». И в самом деле она откинулась назад и наморщила лоб. «В самом деле, если эти страсти слишком накалятся, может возникнуть определённое настроение в пользу того самого желания вас разобрать. Именно это может показаться простейшим способом решения дилеммы. Так что примите этого внимания, прежде чем подталкивать события». «И никто не вспомнит о технике протезиологии?» спросил Эндрю. «Быть может, это покажется вам жестоким, но никто. Или если и вспомнят, то направят против вас же. Скажут, что это было частью кампаний по роботизации людей или по гуманизации роботов. Вы ещё никогда не были объектом кампаний политической ненависти, мистер Мартин. Предупреждаю, вас будут поносить и оскорблять, и найдутся люди, которые этому поверят. Мистер Мартин, оставьте это». Она встала, и рядом с фигурой сидящего Эндрю показалась маленькой, как ребёнок. «Если я решу начать борьбу», спросил он, «Вы будете на моей стороне?» Она подумала, потом сказала, «Буду, до тех пор, пока смогу. Если в определённый момент такая позиция станет угрожать моему политическому будущему, возможно, я откажусь, поскольку не считаю, что эта позиция лежит в основе моих убеждений. Я стараюсь быть предельно честной с вами. Благодарю вас. И я не стану просить большего. Я намерен бороться, несмотря на любые последствия, и прошу вашей помощи только до тех пор, пока вы сможете её оказывать». Это не была прямая схватка. Фейнголд и Чарни рекомендовала терпение, и Эндрю угрюмо пробурчал, что этого добра у него неограниченный запас. Потом юристы начали кампанию по локализации битвы. Они выдвинули проект закона, согласно которому люди с протезом сердца освобождались от обязательств по уплате долгов на том основании, что обладание роботизированным органом отрицает принадлежность к человечеству, а вместе с ним и конституционные права человека. Они вели борьбу умело и упорно, проигрывая на каждом шагу, но всегда таким образом, что принятое решение охватывало максимально широкий круг последствий, а затем удерживали позиции путём апелляций к Всемирному суду. На это потребовались годы и миллионы долларов. Когда было принято решение, окончательно похоронившее их законопроект, Де Лонг подвёл итоги на торжественном обеде по случаю столь знаменательного поражения. Эндрю находился в офисе компании. «Мы добились двух последствий, Эндрю», сказал Де Лонг, «оба из которых нас устраивают. Во-первых, мы установили, что любое количество посторонних предметов внутри человеческого тела не мешает ему оставаться человеком. Во-вторых, мы так настроили общественное мнение в этом вопросе, что теперь люди горой стоят за широкую интерпретацию принадлежности к человечеству, поскольку ни один из ныне живущих не теряет надежды, что протезиология сделает его почти бессмертным. И ты думаешь, что теперь легислатура поддержит мою просьбу? Де Лонг немного смутился. Что касается этого, то тут я не могу быть оптимистом. Остаётся ещё один орган, который Всемирный суд использует как критерий принадлежности к человечеству. У людей органический клеточный мозг, а у роботов платина иридивый позитронный. Эндрю, не надо на меня так смотреть. Мы не знаем, как продублировать работу клеточного мозга в искусственных структурах, содержащих достаточно органики, чтобы удовлетворить требования суда. Даже ты не сможешь этого сделать. И что следует из-за этого? Конечно, необходима новая попытка. Конгрессмен Ликсинк и некоторое число других будут на нашей стороне. Президент несомненно примет в этом вопросе сторону большинства в легислатории. А у нас большинство? Нет, до этого далеко. Но оно сможет появиться, если люди позволят перенести на тебя свое желание широкой интерпретации принадлежности к человечеству. Признаюсь, что шанс невелик, но если ты не желаешь сдаваться, мы попробуем. Я не хочу сдаваться. Глава двадцатая. Конгрессмен Ликсинк сейчас была гораздо старше, чем в тот день, когда Эндрю впервые встретился с ней. Она давно уже не носила прозрачные одежды, теперь ее волосы были коротко подстрижены, а платье оставляло такое впечатление, словно было составлено из обрезков коротких трубок. И все же Эндрю придерживался, насколько позволяли рамки разумных пристрастий того стиля одежды, что преобладал во времена, когда он впервые оделся столетия назад. «Мы продвинулись так далеко, насколько смогли, Эндрю», сказала она. «Попробуем сделать еще одну попытку после парламентских каникул, но, если честно, поражение нам обеспечено. Все усилия привели лишь к тому, что мои шансы на предстоящих выборах в Конгресс заметно упали». «Знаю», сказал Эндрю, «и это меня огорчает. Когда-то вы сказали, что перестанете оказывать мне поддержку, если случится то, что произошло. Но почему вы до сих пор этого не сделали? Ты ведь знаешь, можно изменить свое решение. Так получилось, что отказ от тебя стал бы для меня еще более дорогой ценой. И вообще, я была членом легислатуры целую четверть века, с меня достаточно. И мы никак не сможем переломить их отношения, чьи. Мы привлекли на свою сторону всех, кто был способен прислушаться, но противников большинство. Если все упирается в вопрос о мозге, осторожно произнес Эндрю, то не стоит ли поднять дискуссию на уровень клетка против позитрона? Не следует ли нам сказать, что мозг это нечто, любое нечто, способное к определенной функции, то есть мышлению? Ничего не получится, сказал Эликсинг. Твой мозг изготовлен людьми, а человеческий нет. Твой мозг сконструирован, а их результат эволюции. Для любого человека, заинтересованного в сохранении барьера между им и роботом, эти различия равны стальной стене в милю толщиной и в милю высотой. Если бы мы только могли добраться до источника их антипатии, до самой главной причины. Прожив столько лет, грустно произнесла Эликсинг, ты все еще пытаешься понять человека. Бедный Эндрю, не сердись, но тебя толкает на это сидящий внутри тебя робот. Не знаю, отозвался Эндрю, но если бы я смог заставить себя... Если бы он смог заставить себя... Он давно знал, что готов к подобному решению и в конце концов оказался у хирурга. Он отыскал такого, чьи руки были достаточно умелы, то есть хирурга-робота, потому что человеку здесь нельзя было доверять, как из-за его ограниченных возможностей, так и из-за нежелания сделать подобную операцию. Робот не сделал бы такую операцию человеку, поэтому Эндри, оттянув момент решения и задав несколько печальных вопросов, отражающих его внутреннее смятение, прорвался сквозь защиту первого закона. И затем он сказал твердо, как научился за последние десятилетия говорить даже с людьми, я приказываю тебе сделать мне операцию. После того, как был снят барьер первого закона, столь твердо отданный приказ Эндрю, выглядевшего очень похожим на человека, активировал второй закон в достаточной степени, чтобы одержать победу. Глава двадцать первая. Эндрю был уверен, что охватившая его слабость существует лишь в его воображении. Он уже оправился после операции, тем не менее он прислонился к стене, попытавшись сделать это незаметно. «Решающее голосование произойдет на этой неделе, Эндрю», сказал Эликсинг. «Одкладывать его больше не в моих силах, и мы проиграем. Все кончится, Эндрю». «Я благодарен тебе за поддержку», сказал Эндрю. «За это время я сделал ход, который должен был сделать». «Какой еще ход?» спросил Эликсинг с явным беспокойством. «Я не мог рассказать о нем тебе или людям из Фейнголд и Чарни. Я был уверен, что меня остановят. Послушай, если весь спор вокруг мозга, то разве самое главное различие не заключено в бессмертии? Кого всерьез волнует, как мозг выглядит, как устроен или как он сформировался? Главное в том, что клетки мозга умирают, должны умирать. Даже если любой другой орган заменен, клетки мозга не могут быть заменены в точности такими же. Мои позитронные схемы проработали почти два столетия без ощутимых изменений и способны проработать века. Разве фундаментальный барьер не в этом? Люди могут терпеть рядом с собой бессмертного робота, потому что им всё равно сколько лет просуществует машина. Но они не потерпят бессмертного человека, поскольку идея конца переносима лишь тогда, когда касается всех. И поэтому они не признают меня человеком. «К чему ты клонишь, Эндрю?» спросил Алексинг. «Этой проблемы больше нет». Десятилетия назад мой позитронный мозг был соединён с органическими нервами. Теперь же последняя операция изменила эти связи так, что потенциал моего мозга медленно начал снижаться. Поначалу выражение морщинистого лица Алексинг не изменилось. Потом её губы сжались. «Ты хочешь сказать, что умрёшь, Эндрю? Но ты не можешь. Это нарушение третьего закона». «Это не так», возразил Эндрю. «Я выбирал между смертью моего тела и смертью моих стремлений и желаний. Позволить моему телу жить за счёт смерти моих идей. Вот что нарушило бы третий закон». Алексинг схватила его за руку, словно собираясь встряхнуть её. «Эндрю, всё равно из этого ничего не выйдет. Переделай себя обратно». «Невозможно. Нанесены слишком большие повреждения. Мне осталось прожить год или около того. Я дотяну до двухсотлетия. Я не смог отказать себе в этом». «Но не такой же ценой». «Эндрю, ты дурак». «Если меня признают человеком, то я сделал это не зря. Если же нет, то смерть положит конец моим усилиям, а это тоже чего-то достоит». Эликсинг сделала то, чему сама удивилась. Она тихо заплакала. Глава 22. Странно, но его последний поступок привлёк внимание всего мира. Гораздо больше, чем вся его предыдущая жизнь. Жертва оказалась слишком велика, чтобы её можно было отвергнуть. Последняя церемония была вполне умышленно приурочена к двухсотлетнему юбилею. Президент мира должен был подписать акт и сделать его законом, а церемонию собирались показать по глобальному телевидению и транслировать для штата Луна и даже для марсианской колонии. Эндрю сидел в передвижном кресле, он ещё мог ходить, но с большим трудом. Перед лицом всего человечества президент произнёс. «Пятьдесят лет назад мы объявили тебя сто пятидесятилетним роботом, Эндрю». Он сделал паузу и ещё более торжественно объявил. «Сегодня мы провозглашаем вас двухсотлетним человеком Эндрю Мартин». И Эндрю, улыбаясь, пожал руку президента. Глава 23. Эндрю лежал в постели, и мысли его медленно тускнели. Он отчаянно цеплялся за них. Он человек. Он стал человеком. Он хотел, чтобы это была его последняя мысль. С нею ему хотелось умереть. Он открыл глаза и в последний раз увидел тревожное лицо лексинк. Были и другие люди, но всего лишь как тени, без имени, без лиц. Только лексинк выделялась из уплотнявшейся серой мглы. Медленно, по сантиметру, он протянул руку и очень смутно и слабо ощутил, как она взяла ее. Она расплывалась перед его глазами вместе с последними ускользающими мыслями. Но прежде чем она исчезла окончательно, к нему пришла последняя мимолетная мысль и задержалась на мгновение перед тем, как все остановилось. «Маленькая мисс», прошептал он так тихо, что никто его не расслышал. «Маленькая